В этом видео я расскажу, на каком этапе мы находимся в мульчировании клубничной плантации, как она выглядит сейчас в ноябре в Грузии, в конце октября, ноября, ноябре. И перед нами клубничная плантация за этим забором. Обратите внимание, каким образом сделан забор из веток колючей, такое специальное растение. А вот это мульча, орехи, это то, что остается после сбора орехов. Вот, допустим, у нас орехи здесь растут. Орех растет в такой зеленой облажке, от нее извлекает, получается такая мульча. Есть места, где их очень много выбрасывают ее, складывают, у нас как классная кошка, складывают в одном месте, и мы туда едем на тракторе и собираем. Что я делаю дальше с этой мульчой? Это сделали забор от баранов, есть там входят. После града клубника вся была побита, но новые листочки начали расти. Такой заборчик, колючий. И такие ряды. Здесь мы видим, уже замульчировал ореховый мульчой. Аккуратненько, между каждым кустиком. Где-то не замульчировал. Нужно все это замульчировать. И основная идея состоит в том, чтобы нам сейчас полностью покрыть ореховой шелухой и выехать на время из Грузии. И когда мы приедем снова, к моменту созревания ягоды, весь этот период, здесь не будет никакого вмешательства, ничего. Никакой работы не будет производиться. Если трава будет расти какая-нибудь, травиночка небольшая, то ничего страшного. Это будет допустимо, потому что здесь будет очень качественно покрыто мульчой. Так же, как это было в том году, когда мы все это замульчировали, выехали в Турцию, потом вернулись, приехали. Я был очень приятно удивлен. Это был первый опыт. Так, оставить плантацию, уехать, приехать. Я был удивлен тем, что здесь не было никакой травы. А клубника уже по колено, в буквальном смысле, росла. Да, если колено поставить, так высоко, хорошо здесь растет. Пока я здесь рассказываю, Анжелика садит горох. Да, вот публичная плантация хороша тем, что это не только дихмастер-стиклубник, а также горох. Он может цепляться за эти натянутые веревки, можно так сказать, условно. Также можно сажать помидоры, огурцы. Что мы сейчас сажаем? Цветы можно сажать, что угодно можно сажать. И вот плантация приобрела еще бортики, что делает ее еще более проститной. Начали бортики делать, потом потихоньку буду продолжать их дальше. Идея бортиков очень понравилась и усовершенствует платформу еще лучше, поскольку не нужно будет тратить... Ой, не нужно будет, вот смотрите, покажу. Здесь мульчу ложить, потом переход для дорожки, и где-то трава может расти, может нет. Как же идеально становится, когда появляется бортик. И легче мульчировать, и мульчи нужно меньше. Вот так это. Даже когда кубника будет расти, когда поблизости здесь к бортику, эти ягодки будут даже свисать куда-то сюда. Ну, посмотрим. А сажать здесь очень легко и просто. Здесь не надо ничего копать. Просто достаточно разгрызти мульчу, и мы под ней видим очень мягкую, приятную, рыклую землю, где можем сажать вот что угодно. То есть созданы для растения самые оптимальные, самые подходящие условия. Посадили. Вот даже для примера можно. Посадили. Засыпали. И закрыли. Все. Вот так. Все ряды, между рядами, специальный материал, чтобы трава не росла. А в последнем ряду материала нет, поэтому я всегда, там где я хожу, забрасываю больше всякой органики, ветки, грубой ветки. Даже вот такие. То есть таким образом создаётся воздушная такая прослойка, где уж точно не вырастают семена. Даже вот после того, как попилили дрова, осталось такие вот опилки с какими-то сучьями, какими-то палочками. Да, просто даже пренебрегая, она валяется здесь, будет всё перегнивать, буду ходить по ним. Также кошка здесь удобряет нас. Удобряет нас. Удобряет нас. Удобряет нас. Кошечный туалет. Она думает, для неё это всё сделано. И душа радуется классно вот этим всем заниматься. Обратите внимание, как град, когда прошёл всю вот эту вот белую плёнку, которая была около забора, она сделана, всё её посёк. Чем хорошо, что здесь у нас вот эти колышки постоянно стоят. Можно добавлять лишь новое. Ну, по мере их сгнивания. То есть, мы не занимаемся такими делами, как каждый год убрать всю траву, сделать труд всё повыносить, колышки повыносить, на следующий год снова перепахать, снова колышки поставить, снова верёвки вот эти натянуть. Нет, всё это пожизненно. И перекапываем только один раз и на пожизненно. Основная работа это привозить вот таких, как я сказал, это делать нужно сразу, капитально. Допустим, на тракторе целый прицеп, целый кузов вот этой мучи какой-то разнообразный, либо ореховый, либо фасолевый. Потом тачкой разводим на маленькие кучки сюда. И основная задача это вот берём и просто кладём кладём это между клубникой. Всё, больше ничего. Потом же, когда мы просто иногда проходим, оп, смотрите, травинку вижу, такая травиночка. Я её двумя пальчиками оп, выдернул. Всё, она даже сильно в землю не уходит. и ещё такая работа лёгкая. Просто руками с перчаткой надеваем перчатку. Вот так вот всё делаем и всё, и всё, и пошли. Иногда такое можно сделать. Вот такую плантацию мы рады представить вашему вниманию. У меня как бы всё сказал. Ещё больше хочу показать, как она со стороны выглядит. И всё. Это конец октября. Тут у нас редька, редиска точно сказать, растёт. Редиска и горох. Чуть-чуть раньше садили, он начинает расти. Он на зиму останется. Зиму горох хорошо себя чувствует, перезимовывает, даже когда он уже высокий, по колену. Потом продолжает. Лук и чеснок. И весной нас будет радовать лук, чеснок, горох, клубника. И мы планируем ещё посадить кинзу и рукава. Вот ещё горох. Вот здесь горох вырос. И также где-то между клубникой мы посадили чеснок, чеснок, чеснок. Вот так вот будет. Вот так вот будет. Вот так вот будет. Вот так вот